Здравствуйте дорогие друзья! В этом видеоролике мы не будем обсуждать технические характеристики новой семерки, а также другие аспекты, которые вы и так сможете найти на официальном сайте Apple. Тут хотелось бы поговорить о повседневной эксплуатации, именно о том, с чем вы столкнетесь после приобретения гаджета. Конечно же мы ответим на самые волнующие вопросы и на вопросы, которые вы оставляли в комментариях к предыдущему ролику. В конце видео мы подведем итоги и выясним, стоит ли приобретать новый флагман или лучше немного подождать. Будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Корпус практически идентичен тому, что мы видели в прошлом и позапрошлом годах. Сомнительно антенны были убраны с задней панели и остались лишь на торцах устройства. И на черном цвете их практически вообще не видно. Другие цвета априори не рекомендую выбирать, это же семерка. А вообще по выбору цвета у нас есть отдельное видео. Глазок камеры что в 7, что в 7 Plus выглядит солиднее того, что можно было увидеть в предыдущих моделях. О качестве съемки поговорим немного позже. Миниджека больше нет, зато с точки зрения дизайна нижняя грань стала куда привлекательнее. Хотя кто там туда будет смотреть, признайтесь. Что касается стойкости корпуса, то любой матовый отлично справляется с царапинами. А вот с Jet Black вы и так все знаете, что творится. Дисплей как и в предыдущих моделях легко ловит микроцарапины. Горилла тут не защищает. А сапфировано пыление имеется лишь на глазке камеры и на сенсоре Touch ID. Именно на пыление, а не стекло. Аналитики опять ошиблись. В общем проявлять акты вандализма будете с 3310. Ну а с iPhone 7, да и с любым другим современным устройством лучше быть поосторожнее. А если образ жизни не позволяет, то приобретите надежный хороший чехол. Благо рынок аксессуаров это позволяет сделать. Никакой разницы в качестве картинки я не заметил. Да, если поставить два устройства вместе, то может что-нибудь и увидите. Но в раздельном сравнении все одинаково. Единственное где 7 может выиграть по сравнению с предыдущими моделями iPhone, так это на солнце. И то на какие-то доли процентов. В остальном Retina HD меня по-прежнему устраивают. В резкости, четкости и прочих параметрах. Никита Чикирев спрашивает. Правда ли непривычно использовать сенсорную кнопку после механической? А вот это куда более интересный вопрос. Кнопка перестала быть кнопкой. И это офигительно. Не знаю как у других пользователей, но у меня телефон поставлялся с прошивкой 10.1, которую я сразу же обновил на 10.2. Ну с последней бетой, второй по-моему. И у меня не было никаких проблем, лагов, подвисаний и прочей ереси, о которых говорили некоторые пользователи. Может быть это и встречалось в начальных прошивках, но в последующих все ок. Итак, сенсор Touch ID от кнопки не знающий человек не отличит. Я неоднократно проводил эксперименты со знакомыми, которые не в теме и никто не смог найти подвох. Все это реализовано благодаря увеличенному вибраноторчику Taptic Engine. Что дает нам сенсор? Во-первых, это долговечность, ведь любой механический элемент имеет срок службы, а в нашем случае это количество нажатий. По крайней мере я раньше парился по этому поводу, потому как часто обращался двойным кликом в режим многозначности для переключения между приложениями. Правда сейчас это можно делать в 3D Touch, но тоже есть нюансы. Ну а во-вторых, это влагостойкость. Кстати, сам датилоскопический датчик второго поколения просто божественен. Разблокировка осуществляется мгновенно. Дальше камера. Знаете, приобретая iPhone 7 Plus, я не смотрел на камеру как на основное преимущество, а лишь как на приятное дополнение к большой диагонали и к емкому аккумулятору. Улучшились фотографии в режиме Live View. Новый режим портретной съемки с эффектом баки, конечно, штука прикольная, но вот использовать ее можно в ограниченном количестве случаев. Должно быть хорошее освещение, да и сам механизм в реальной жизни часто дает сбой и неправильно определяет границы объектов. Недаром функция находится в режиме открытого бета-тестирования. Вот что действительно порадовала, так и это ночная съемка. То ли благодаря двойной камере, то ли улучшенному сенсору в условиях слабого освещения в кои-то веки что-то не просто видно, а получается вполне сносное изображение. Конечно, на фотках есть шумы, но все же создавать снимки и ролики вполне реально. Любителям селфи однозначно понравится улучшенная 7-мегапиксельная FaceTime камера. Что касается производительности, я так скажу. Разработчики игр до сих пор не смогли полностью раскрыть потенциал iPhone 6, не говоря уже о 6s или 7. Три последних поколений устройств, шустрые смартфоны, полностью удовлетворяющие требованиям абсолютно любых игр. Да, интерфейс 7-ки будет работать на долю секунд быстрее, но заметить это не имея двух устройств на руках или запущенного секундомера практически невозможно. А еще в 7+, больше оперативки. И теперь это 3 гига. В браузере перепереключения между вкладками вы этого не увидите, но вот при переходе между приложениями реально заметно. Появление серии динамиков порадовало. Здорово, что второй динамик разговорный, а не размещен во второй решетке, как это предполагали раньше. Эффект объемного звука пользователи не заметят, а вот громкость повысилась. Да и если вы при удержании смартфона будете закрывать основной динамик, дополнительный все компенсирует. И уже не нужно подстраиваться под конкретный хват, как в предыдущих моделях. Возникает и найти хорошего гида бывает проблематично, но в этом поможет новое приложение Private Guide. В нем вы вводите название страницы... Никита Патрин спрашивает, почему вместо пластиковой коробочки в AirPod складывают бумажную? Apple что, экономит на своих покупателях? Да, экономит. Лично я тоже был дико взбешен, когда вместо привычных пластиковых футляров увидел жалкие картонки. Блин, Apple это премиальный продукт. Где ощущение дороговизны, которое дает понять, за что ты отдал деньги? С другой стороны, Apple компания, которая борется за экологию. Практической пользы от пластикового футляра нет. И он отправляется либо на мусорку, либо на дальнюю полку, а затем на мусорку. Хоть нотку премиальности мы не почувствовали, зато хоть матушку природу на нано-процент сохранили. Перенесенный усилитель в штекер штатных лайтник наушников никакого преимущества в звуке не дает. Звучат они точно так же, как и в предыдущих моделях. То, что другие блогеры говорят, что звук стал чище, четче и так далее, мне кажется, это эйфория после приобретения. Не скажу, что нуждался во влагозащите устройства, но наличие такой опции порадовало. Несмотря на то, что уровень защиты ниже, чем у того же Samsung Galaxy S7, практические тесты доказали преимущество семерки. Смартфон я не купаю. Но лишний раз могу спокойно взять гаджет мокрыми руками или пойти с ним в ванную, не опасаясь за то, что пары повредят начинку. С другой стороны, вы должны понимать, что несколько усложнится замена аккумулятора. И после вскрытия рисковать погружением уже не стоит. Айфон 7 шипит, кряхтит, трещит, акселерометр не работает, царапается и прочие баги, вероятно. Первое, удел моделей первых недель производства. Второе, попытка блогеров пропиариться. И третье, попытка конкурентов дискредитировать айфон 7 и Apple в целом, как бренд, выпускающий некачественные продукты. Айфон 7 Plus для меня стал самым беспроблемным гаджетом с 2009 года, когда я начал пользоваться смартфонами Apple. В айфон 3GS мне не нравилась синева в экране, пятерка сильно царапалась, шестерки с постглазок фейстам камеры, а тут пока все в идеале и никаких косяков нет. При полной загрузке устройства, а это у нас тяжелые игры, бенчмарки, запись видео в 4К и так далее, в обычной обстановке шипения не слышно. В абсолютно тихой комнате, если вы включите запись видео, то микрофон уловит шипение процессора. Но хочу обратить ваше внимание на то, что в таких устройствах, которые у меня были, это айфон 5, айфон 6, шипение также слышно. Ну, то есть на дорожке, которую вы производите уже, например, на компьютере. Ну, а теперь сделайте звук погромче и послушайте записи с микрофонов айфона разных моделей, сделанных в абсолютной тишине. Так что можете не беспокоиться. Шипение есть, оно минимальное и дискомфорта не доставляет. Опять кто-то попросту доебался. Что касается самого устройства, то я удовлетворен полностью. Да, это не революционное устройство. В нем нет беспроводных зарядок, изогнутых OLED-дисплеев, управлением взглядом и прочих фиш, которые нужны, как собаке, ну, наверное, пятая нога. Они, конечно же, круты, и если бы они были в айфон 7, я, конечно же, радовался бы. Но, скорее всего, в повседневной жизни я бы их не использовал. Айфон 7, а в частности, айфон 7 плюс, это просто хороший гаджет, который отлично справляется со всеми возложенными на него задачами. И даже чем-то напоминает он мне автомат Калашникова. Стоит ли он своих денег? Пожалуй, нет. Но не стоит забывать о том, что приобретая айфон 7, вы получаете не просто топовое железо, а это оптимизация, это отличная новая операционная система, это сервисы и технологии. Также не стоит забывать о том, что любой смартфон, это компаньон, с которым вы будете находиться практически 24 часа в сутки. И не важно, будет он находиться в кармане, на прикроватной тумбочке, когда вы спите, или в активном режиме в ваших руках. Это времяпровождение должно быть достойным. Руслан Новоселов спрашивал, стоит ли менять 6s на 7, 7 плюс или лучше дождаться айфон 8? Владельцам классических шестерок и айфон SE скажу так. 3D Touch, двойная камера, сенсорная кнопка, влагоустойчивость и прочие фиши не стоят той разницы в 200 или 300 долларов, которые вам придется доплатить для того, чтобы приобрести 7. Но если у вас есть лишние средства, то в принципе, почему бы и нет. Но владельцами айфон 5s и более старых устройств обновляться однозначно стоит. Вы получите кардинально новое устройство, которое подарит море свежих впечатлений. Буду надеяться, что этот видеоролик был для вас полезен. А на этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Не забывайте подписываться на нас и нашу новостную группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новые видео и самые интересные новости из мира высоких технологий. До скорых встреч. Увидимся в следующем видео.